алё магомед здравствуйте меня зовут игорь по поводу вашей регистрации которые у нас ходили утром газ про инвест что не надо вам а зачем я спрашиваю игорь здравствуйте хорошо смотрите алё да я вас слышу смотрите я так понимаю вы заинтересовались заработком смотрите мы занимаемся инвестициями организация организация название какую гаспром вы организация название какую мощность как я же вам говорю газпром газпром вы газпром ну лично я нет но представитель компании вы работаете работник представитель компании какой так я же вам отвечаю вы слышите меня газпром а газпром да да хорошо вы у нас прошли регистрации через приложение автоматической торговли вот здесь для того чтобы вам приступить заработку вам нужно инвестировать то есть вас есть свой счет торговый вы его создали когда прошли регистрацию да и для того чтобы начать зарабатывать на счету было минимум 250 долларов это понимает хорошо у вас есть какие деньги спрашиваю вас да да конечно я вас слышу смотрите давайте тогда вместе с вами зайдем на ваш торговый счет я помогу его активировать помогу вам настроить программу программу для автоматической торговли что за программа это приложение автоматической торговли для того чтобы вы могли приступать к заработка как называют оборожение автоматическое как он называется давайте я вам покажу смотрите вам нужно зайти сейчас на почту вам всего будет удобно с телефона или компьютера телефон давай так скажите я пойму что вы поймете так это же мы вам его настраиваем ну а как называется так у вас все на почте я хочу чтобы вы зашли на электронную почту я вам помогу зайти на ваш торговый счет и то есть так же я должен вам помочь на стройке программы какая платформа это что за платформа так я же вам я разбираюсь я видел эту платформу я знаю как там пополняет баланс все тогда без проблем заходите на свой торговый счет заходите на почту ну а дальше что я зайду зашли хорошо у вас должно быть письмо с нашей компании посмотрите марк лайстоун должно называться что такое барк лайстоун это вообще что это такое в каком смысле что это такое это компания брокер которая дает вам выход на международный рынок вы сказали что газпром да ну а где вы хотите чтобы работало приложение это точно так же как ваш телефон допустим samsung да и вы себе хотите установить там ватсап на телефон приложение ватсап не может работать без телефона верно же и вот здесь точно так же приложение от газпрома с чем ему же нужно с чем-то работать с какими-то активами и вот эта компания предоставляет нам выход на весь международный рынок какая компания барк лайстоун барк лайстоун это брокер получается так это получается ли брокер ну брокер брокер да с какой стороны брокер какая страна великобритания зарегистрирован где великобритания а что регулятор кто финансовый комитет какое название финансовый комитет так и называется финансовый комитет финансовый комитет то есть регулятор называется финансовый комитет есть финансовый комитет который контролирует все программы все компании то есть вы все этой информацией смотрите я вам название для чего для того чтобы помочь настройке программу. Если вы хотите проверить какую-то информацию о компании, вы можете это все сами самостоятельно посмотреть, почитать себе в интернете. Регулируется финансовым комитетом Барклайтстоун. Ну да. Так ну да или да? Чем для вас ответ ну да и да отличается? Неуверенный, друг, неуверенный ответ. Неуверенный. Так хорошо, и что дальше? Ну ничего, я слушаю. Ну так что вы хотите узнать? Ну то есть вы меня хотите узнать, регулируемая компания или нет? Она не может ничем не регулироваться. Лице здесь Центробанка. Есть? Есть. Номер какой? Я не знаю, я его не вижу перед собой. Я не могу запомнить все номера? Ну, посмотрите там. Я же вам Так, зачем? Мне это не нужно. Мне нужно. А, так посмотрите, пожалуйста. Где? Где посмотрите? В интернете посмотрите. А кому выдано лице здесь Центробанка? Какой организации выдано? Что выдано? Кому она выдано, лице здесь Центробанка? Кому выдано? Так вы посмотрите в интернете всю информацию. Я же вам говорю. Я не вижу этого перед собой. Я не вижу. Вы понимаете? Я вам звоню для того, чтобы помочь вам настроить программу. Хорошо. А вы знаете? Вы работаете на работе. Вы ИНН. Знаете вашей компании, допустим? Вы это знаете? Скажите мне. А я не работаю. Вы же точно так же не знаете. Ну хорошо, а раньше, когда работали, вы знали? Вот раньше, когда работали, вы знали? Я уверен, на все сто процентов, что вы не знали. Потому что у меня есть свои обязанности, у другого человека есть свои обязанности. Я вам звоню, чтобы помочь вам настроить программу. Какой организации работаете? Газпром. Вы что, издеваетесь? Я же вам десятый раз говорю. Мы заходим на Газпром. В Газпроме есть проекты на официальном сайте. Один из этих проектов – Газпром Инвестор. Это приложение для автоматической торговли, которое вам позволяет зарабатывать на финансовом рынке. Так вы работаете в Газпром? Вы меня будете весь наш разговор спрашивать, работая я в Газпроме? Причем здесь брокер Барклайстоун? Алло. Вы меня слышите? Я же вам говорю, что в программе нужен выход на финансовый рынок. А компания Барклайстоун – это доверенный брокер, которому мы предоставляем программу для автоматической торговли. от Газпрома. И настраиваем. Как тебя зовут? Я уже забыл. Как тебя зовут? Игорь зовут. Слушай, Игорь, вот так вот сейчас, блядь, не хочу ругаться, ничего. Что, реально, что ли, вот такой хуйни кто-то вот еще ведется на такую хуйню? Не, серьезно. Кроме Шузова. В каком смысле? Ну, получается, да, вы же, да? Нет, а почему фигню вы говорите? Вот на такую вот хуйню... А что вас не устраивает? Погодите. А что вас не устраивает? Ну, вы мне объясните. Не, вот кроме Шузова, вот, блядь, не хочу сейчас ругаться, вот, блядь, и это... Серьезно. Так вы не ругайтесь, вы скажите, нормально. Галимый разводняк просто, блядь, вообще. Бред просто, блядь. Так, с чего это взяли? Давайте. Давайте будем разбираться. Смотри, вот я, я, я тебе достаточно честно могу сказать, я, ну, малообразованный человек. Даже я понимаю, что это, ну, просто, вот, то, что ты вот рассказываешь, это такая хуйня, такой, блядь, бред нахуй, просто. Такой бред просто. Не состыковки одно с другим. Бред просто, набор слов каких-то, блядь. Так что, вы мне скажите, что? Газпром, потом Газпром Инвест, я работаю в Газпром, я работаю в Газпром Инвест, Барклайс Тон, брокер, блядь, Англия, блядь, Великобритания, блядь. Какой-то, блядь, регулятор, блядь, какие-то слова, блядь, бредовые, блядь. Ну, неужели кто-то ведется, вот, на это, я не могу понять. Так, погодите, давайте будем разбираться, вы сами что-то придумали себе, какие? Как можно на такой бред, на такую хуйню просто повестись, на такой разводняк? Ну, как вот, я не могу понять. Нет, это, возможно, вы просто, вы говорили, что вы человек не очень образованный, возможно, это вы не до конца все понимаете. Видите? А что вам смешно? Ну, просто вам нечего сказать, а вам смешно. Вы мне просто скажите, у вас сложилось такое мнение, с чего? Вы мне объясните просто. Вы же разобъясните, может, вы что-то говорите. Ваши подвальщики не можете что-то более вменяемое придумать? Подвальщики? Да, я же, знаешь, что заметил? Вы там, походу, укуренные, блядь, постоянно, или обколотые там, блядь, хуй знает. У вас там, вот, чем дальше, тем вы вообще-то... Смотрите, я, по-моему, ответил тем же, но, к сожалению, я не могу. То есть, регламенты компании не позволяют. Да нет, да какая компания, нафиг? Что ты хуйню несешь, блядь? Да ладно, я тебе, это самое, я тебе говорю, я не хочу с тобой особо ругаться, блядь, я поэтому так еще более-менее говорю. Ты мне даже чуть-чуть нравишься, тебе голод какой-то термает. Ну, а вы даже объяснить не можете, ну, вот что вам не понравилось? Смотрите, вы говорите, что это, блядь, так послушайте меня. Смотрите, реально, бред, я Газпром, нет, я Газпром-инвес, но мы работаем, блядь, с этой самой, Барклайс-Стоун, блядь, брокер, журнекомректанью. Да, а что здесь такого? А что здесь такого, хорошо? Блядь, ну, такой бред, это пиздец просто, вообще, блядь. Почему? Ну, потому что, блядь, ну, почитай, блядь, ну, хотя бы чуть-чуть просто. Игорь, блядь. Что почитать? Хорошо, вы говорите почитать, что почитать? Как это все, блядь? Прекажите мне. Что такое Газпром-инвес, да, что такое Газпром, блядь? О ком смысле? Игорь, Игорь, послушай еще, послушай еще, не позорь нас, Игорь, блядь. Вот есть, Игорь, вот я тебе скажу, вот сейчас, без всяких шуток. Смотрите, вы у нас не первый раз, вы у нас не первый раз, вы прошли у нас регистрацию несколько раз. Не позорь нас, Игорь, не позорь нас. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok